МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестан в беде не бросит и поддержит, и поможет. В Курскую область отправится фура с гуманитарной помощью. В Махачкале остановлено незаконное возведение многоквартирного дома. Строительство объекта на улице Летняя 95 ранее уже пресекалось. Оно велось без разрешительной документации. Однако активные строительные работы сотрудниками полиции и прокуратуры Ленинского района столицы были вновь обнаружены. В настоящий момент собран материал для последующей передачи в суд о признании объекта незаконным и о его сносе. Об этом сообщает Управление архитектуры и градостроительства города. Школа в селе Шинас Рутульского района на 180 мест будет достроена. Власти Дагестана обратились в федеральный центр для получения дополнительного финансирования на завершение объекта. В настоящее время на месте строительства возведен только каркас здания. Объект лично осмотрел премьер-министр республики совместно с главой Рутульского района. Данный объект на контроле главы Дагестана Сергея Меликова. Мне обидно за эту школу. Очень обидно. Даже слезы градом льются. Мы максимально будем принимать меры. И обязательно постараемся, чтобы в следующем году начали строительство школы. Абду Мусима Ходимович 26 апреля направил заявку федеральному министру строительства Файзулину Иреку Энварычу о включении этой школы в государственную программу Российской Федерации, которая курирует министрой России. В 2025-2026 году планируем построить вам новую прекрасную школу. Правительственная делегация также посетила корпус, где будет организован учебный процесс до открытия новой школы. В Агульском районе после стихии восстанавливают мосты и участки дорог. Подъем уровня воды в реке Чирак-Чай разрушил сооружения, соединяющие села Реча, Бедюк и Чирак. Для пешеходов здесь налажена временная переправа, а также перевозка продуктов и предметов первой необходимости. Без транспортного сообщения осталось и село Дулдук. Там также организовано деревянное сооружение для передвижения. В настоящее время над восстановлением инфраструктуры работают 5 единиц техники и 20 специалистов. Предварительная стоимость работы оценивается в 11 миллионов рублей. В Доме дружбы Махачкала открылась ретроспективная выставка заслуженного художника Дагестана Ислама Шакринского. Его работы знают и любят не только в родной республике. Мастер своего дела выставлялся во Франции, Японии и Турции. Произведения автора являются одними из самых узнаваемых, ярко отражающие душу дагестанского народа. Посетила выставку и моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Большой носы, восточное гостеприимство и мудрость старцев увековечены в глине. Скульптор малых форм из Махачкалы воплощает в керамике сценки из жизни кавказских народов. И в каждой из них скрыта история. А образы и жанровые сценки рождаются внезапно, делится мастер. Примерно на этой работе художник изобразил Гадыкан, а в нескольких метрах от него снимающий оператор. Разбита на данной выставке эта работа на две части. Вот непосредственно сам Гадыкан, а это оператор, который снимает, который приехал в селение. И значит на Гадыкане собрал народ и пытается это все запечатлеть на видеопленке. Сельчанам не вдомек, что это видеокамеры. Они напряглись, как будто это самое, находятся под прицелом фотоаппарата. Как правило, все лица и образы Шовкринского собирательные. Но есть исключения. Еще при жизни поэта Расула Гамзатова художник вылепил несколько фигур поэта, которые также представлены на выставке. Творческий путь Ислама Шовкринского начался еще в далекие 80-е. Уже в 20 лет его работы можно было увидеть на ВДНХ, а затем и по всей России. На этот раз мастер вновь решил показать все многообразие своих произведений. А поддержать его пришли друзья, знакомые и родственники. Все начиналось вот с таких фигурок небольших, которые, в общем, олицетворяли шахматные фигуры. И это в дагестанском стиле. И он поймал в этом смысле свой кайф, если говорить художественно. И уже потом эти фигурки, они подросли и стали уже, вы видите, здесь они и гадыканы какие-то появились. Шовкринский выставлялся также во Франции, Японии и Турции. Его работы всегда узнаваемы, так как в них ярко отражается душа дагестанского народа. И это отличает художника от всех остальных. Ислам Шовкринский создает и необъемные фигуры, такие как декоративные панно, состоящие из керамических плашек с нанесенными архаичными знаками, фигурами, символами, которые когда-либо имели сакральный смысл. Я думаю, эти работы прекрасно вписываются в любой классический дагестанский интерьер. Необычная керамика ислама Шовкринского покорила сердца тысяч людей на разных континентах. А сам мастер считает себя самоучкой и не претендует на лавры. Но для почитателя его таланта это не имеет значения. Тамара Самедова, Шамиль Хиресулаев, новости ННТ, Махачкала. В Курской области сохраняется сложная обстановка. Пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей и военнослужащих. На данный момент порядка трех тысяч человек эвакуированы с обстреливаемых территорий. Председатель Курской общины мусульман Исаас Талим Султанов активно призывает оказать поддержку в размещении жителей из приграничия в безопасную зону. Людей, которые вынуждены покидать свои дома, очень много. Постоянно летят ракеты, сирена, не молкает, можно сказать. Есть взрывы, разного рода стрельба. Люди живут, люди живут. Конечно, необходима помощь, поддержка тоже. Мы выражаем огромное слово благодарности благотворительному фонду ИНСАН в лице Махаман Расула. Также выражаем огромную благодарность Муфтеатр Республики Дагестан. И призываем другие общины мусульман тоже отозваться и на данном этапе поддержать Курскую область. В этот тяжелый период дагестанцы молятся за соотечественников, выражают поддержку и готовность помочь. Муфтеатр Республики Дагестан выразил соболезнования пострадавшим, а руководство благотворительного фонда ИНСАН прибыло в приграничные районы. Генеральный директор фонда Магомед Расул Магомедов посетил два местных университета, где размещены беженцы в общежитиях. Он лично оценил потребности нуждающихся. Первая фура с гуманитарной помощью из Дагестана отправится уже завтра. Мы сейчас решили поехать именно в те деревни, в те населенные пункты, где люди не захотели их покидать из-за своего имущества, а может быть из-за каких-то своих физических возможностей. То есть это более такие нуждающиеся люди, которые находятся на той территории, где есть боестолкновения, где-то красная линия, где идут бои. Поэтому мы решили как можно ближе поехать и в этих населенных пунктах показать именно таким людям, нуждающимся, такую помощь. Очередная партия гуманитарного груза также была доставлена и на новые российские территории. Сбор был организован по инициативе Муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди и при поддержке главы республики Сергея Меликова. Сопровождал фуру председатель Совета имамов города Каспийск Мурат Исмаилов. Часть груза с продуктами первой необходимости оставили в Луганске для местных религиозных общин. Другую партию группа сопровождающих передала раненым бойцам в госпитале Луганска. Главной же целью поездки было посещение батальона Каспий, куда выгрузили основную часть гуманитарной помощи от жителей Каспийска из села Черкей. Мы чувствуем вашу поддержку. Большая благодарность Муфти Ахмаду Афанди, Булаеву. Мы с ним много лет знакомы, работали в содружестве, всегда чувствовали поддержку духовенства. Духовенство на войне имеет особое значение, потому что иногда уже физических сил не хватает, а мы побеждаем духом. В первую очередь хочу давить до вас большой салам от нашего шейха Муфти Ахмаду Афанди. Ассаляму алейкум, рахматуллах и таалу баракату. Из первых дней, можно сказать, переживает, делает дуа нашим бойцам, чтобы они вернулись на родину в целости сохранности. По его поддержке, по его руководству, это все то, что мы отправляем сюда. Они сегодня только это отправляли, были еще случаи, да, вот фонды «Инсан» много раз отправляли сюда, в гуманитарную помощь. И это все, хамбуллах, из-за переживания нашего Муфти. В дальнейшем тоже, иншаллах, будем так стараться. Делегация из Дагестана ознакомилась с условиями, в которых находятся военные в зоне проведения СВО. В знак благодарности за постоянную поддержку и помощь бойцей батальона «Каспий» передали Муфти региона свою форму шевроном Республика Дагестан. И к новостям спорта. Воспитанник дагестанской школы тэквондо Гаши Магомедов стал серебряным призером Олимпийского турнира в Париже. Второе место представитель команды Азербайджана занял весовой категории до 58 килограмм Магомедову 24 года. Он уроженец Шемельского района. Тренируется под руководством своего отца Магомеда Магомедова. Выступить лучше спортсмену помешала серьезная травма ноги, полученная на старте финального поединка против южнокорейца Та-Жон Парка. Перед этим Магомедов одолел олимпийского чемпиона Токио 2020 из Италии, а также взял верх над представителем Ирландии и Испании. Футболисты «Динамо» проведут гостевой матч против московского «Локомотива». Встреча 4-го тура РПЛ состоится 10 августа на РЖД-арене и начнется в 15 часов. Напомним, что в крайнем поединке махачкалинцы дома уступили Пари-НН 0-1. Железнодорожники добились крупной победы со счетом 5-0 в Грозном над местным Ахматом. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова